всем привет данное видео я хочу посвятить тем кто с 3d max не знаком никогда 3d max не встречал и хотел бы освоить его хотя бы на минимальном уровне давайте для начала первое видео посвятим знакомство с интерфейсом то есть с внешним видом 3d max и ознакомлением что тут к чему давайте для начала создадим примитив чтобы на его основе можно было знакомиться с интерфейсом смотрите в левом в левом углу экрана в левой части экрана мы видим панель на которую мы сможем добавлять дополнительные функции которые мы создадим в принципе большому счету на нее можно переносить функции сверху но мне привычно чтобы они были все таки наверху и вот самая важная в принципе панель это верхняя панель на ней сосредоточены основные инструменты которые вам пригодятся если вы не знакомы с горячими клавишами а я имею не особо люблю пользоваться к примеру да так вот я динозавр 3d max я пользуюсь в основном все таки пиктограммами давайте пройдемся поверхней панели как несложно понять эти две кнопки отвечают за определенные действия вот видите если мы повернем этот круг несколько раз то undo позволяет вернуть все это дело redo позволяет то есть откатиться на также нажав правой кнопкой мышки мы сможем вызвать непосредственно список всех действий которые 3d max запомнил но будьте осторожны 3d max может неожиданно забыть все действия которые вы делали до этого и перед особо критическими моментами лучше сохранять ваш проект в отдельный файл то есть каждый раз сохранить новую версию файла чтобы если что вернуться к предыдущей хоть 3d max сделает автобекапе они могут быть биты иногда ну не пугайтесь не все так сложно это бывает крайне редко так что как мы уже поняли эти две кнопки отвечают за навигацию по истории действий эти две кнопки линковка и разлинковка объектов отвечает за линкование одного объекта к другому к примеру я создал второй кубик и нажав на линковку нажав левую кнопку мышки я протягиваю отпускаю на большом кубике теперь у меня маленький кубик при линковом к большому благодаря вот этой кнопке видите теперь он вертится вместе если же я поверну отдельно этот он не будет потому что этот является родителем а этот его ребенком соответственно если я сделаю так и прилипую к этому получится что у меня этот двигает этот и этот этот двигает только этот этот двигает только этот это у нас иерархия называется если я хочу разлинковать объект я просто выбираю нужный объект нажимаю разлинковать теперь я буду вращать объект и тот кто к нему присобачен был больше за него никак не держится собственно говоря эти модификаторы нужны для того чтобы накладывать динамические эффекты на геометрию в принципе к вопросам моделинга это никак не относится мы это просто пропускаем дальше идет по списку фильтр выделения то есть если вы хотите выделить какой-то тип допустим хотите выделить только геометрию или только форма или только источники света река здесь вы можете выделить чтобы все остальное мы допустим смотрите мы создали камеру создали камеру вот она находится и я хочу чтобы выбиралась такой геометрии то есть я ввожу видите выбралась только геометрия камера осталась нетронутой ну как правило все стоит по дефалту выбирать все и все как стратегия то есть кликнешь один раз выберешь обведешь выделишь вот собственно говоря это непосредственно кнопка выделения объектов выделять можно со включенными другими кнопками вот но когда вы кликайте множество объектов к примеру смотрите я создам несколько кубов и начну их выделять с этой кнопкой я могу случайно подвинуть ее видите она выделяется да она двигать может вот эта кнопка выделенная она только выделяет она не позволяет во время выделения случайно задвинуть какие-то объекты так что при выделении если вы не уверены в своих как говорится движениях лучше выделять с помощью вот этой функции дальше идет очень удобный если вы соблюдаете наименование объекты наименование объекта допустим вы нарисовали колесо и тут же пишите можно написать колесо теперь вы сможете найти свое колесо в списке объектов которые вы можете выделить благодаря этой функции выбрать по имени select by name дальше идет в принципе очень удобное тип выделения квадратный который у нас стоит по умолчанию задержав правую левую кнопку мышки вы можете видите внизу есть треугольничек это значит функция модифицированная если вы можете нажать выбрать круглое выделение вот центр у нас идет выделение видите в виде круга потом выделение в виде ломаны ну выделение лассо классическое пока держите кнопку он чертит лассо и выделение как спреем то есть вот пока вы вводите ну это самый глупый тип выделения я ее никогда не пользуюсь как правило квадратно пользуюсь больше ничем вот эта функция это мы сейчас только что обсуждали вот это вот тип выделения форма теперь выделение которое тоже иногда бывает полезное смотрите тут в принципе все на иконке нарисованы видите выделение которое позволяет выделять объекты которые попали в зону выделения или которые полностью ей покрыты по дефалту стоит вот так то есть задев объект кусочком вы можете его выделить то есть вот так но в этой варианте вы не выделите пока у вас объект полностью не попадет видите я задеваю верхний квадратик но он не выделяется потому что тут показана функция чтобы выделять только то что попало в зону выделения дальше есть в принципе обычные двигательную систему нужно подвинуть какой-то объект выделяйте двигать двигаете двигатель двигаете ее можно двигать за оси можно двигать просто так так соответственно по ворот то есть видите появляются оси которые позволяют поворачивать масштабирование Есть несколько типов масштабирования. Масштабирование равномерно, то есть каждый объект, который у вас, пардон, попадает, видите, он равномерно масштабирует. Есть масштабирование по одной из осей, то есть вы можете масштабировать только по какой-то из осей. И есть масштабирование с сохранением объема, то есть увеличивая высоту, вы уменьшаете его в ширину и длину, то есть как бы сохраняя объем геометрии. Это у нас отвечает за выделить и поместить, как тут написано, то есть вы можете выделить объект и переместить его в нужную вам зону. Типа поместить его по... Чтобы было понятно, нужно сделать так. Круг. Ее вот здесь следует поместить. Вот он, видите? Помещается ровно на плоскость. То есть на саму форму, которую вы наводите. Заклевки, разные элементы, геометрии, все вот так вот размещаются с помощью... Прошу прощения. Дальше идут оси. Оси очень важный параметр. В 3D графике это оси, непосредственно вот эти вот пайлеты, по которым движется все. Смотрите. Тут есть список осей. View. View. Это относительно вида. То есть вот этого всего. Screen. Это относительно экрана. Видите? Сразу очень стали двухмерными. То есть вот я двигаю так. Но учтите, что это 3D. И что выглядит так. 2D может выглядеть очень странно. В 3D. Потом мир. Это относительно мира. Но, как правило, они со View совпадают. Local. Вот это параметр. Я, в принципе, как правило, пользуюсь View и Local. Local. Это у каждого объекта своя ось. Смотрите. К примеру, я повернул сферу. Видите? Локальная ось у нее будет направлена к полюсам. Если я сделаю View, то непосредственно, как и в обычном трехмерном виде. То есть так колесо обычно делается. Включается. Вот так же и поворот. Видите? Локалка может быть. Вращаться вокруг своей оси. Прошу прощения еще раз. Опять же, нажав правую кнопку мышки на этом из параметров, вы можете в цифровом значении забить нужные вам параметры. Повернуть на 10 градусов по какой оси. Видите? Тут у нас идет ось Z. Локальная. Если я включу View, то Z уже будет не локальная. Это у нас идет с положения точки. То есть, видите, написано снизу, по центру. Ну, никогда этим не пользовался, честно говоря. Я не вижу в этом особой пользы. Вот это вот у нас манипулятор. Он полезен мне. В моделировании он не особо полезен, поэтому мы его пропустим. Так, это у нас блокиратор горячих кнопок. Но я его никогда не пользуюсь, поэтому тоже пропустим пока что. Привязки. Очень полезная штука на самом деле. Потому что, если вам нужно присобачиваться один объект к другому. Допустим, вот я хочу двигаться с привязкой под 3D. Видите, у меня в данный момент, на правом кнопке мышки, у меня стоят выделенные точки. Точки, это как раз вот эти вот вершины, из которых состоял объект. То есть, я могу взять вот эту вот точку и пристыковать ее к этой. Вот эту могу пристыковать к этой. Вот эту вершину к этой. То есть, это у нас снаппинг. То есть, пристыковка. Не пристыковка, а скорее, а снапп. Ну, типа залипания на определенных элементах. Если вам нужно как-то точку к точке присобачить. Вот у меня, допустим, если геометрия смещается, то я беру одну половинку геометрии. Переотачиваю ее в другой половинке. Она совпадает идеально. Вот. Следующая кнопка очень важная. Она позволяет вам... Посмотрите. Допустим, вам нужно повернуть объект. Без этой кнопки. Прощаю. Смотрите. Вот тут у нас идут градусы. Видите? Вот внизу. Они идут с десятыми, сотыми, тысячными значениями. А вот эта функция позволяет поверачивать ровно, но пять градусов. То есть... Более дискретно, но зато более точно. Допустим, повернуть на девяносто градусов. На два три четыре пять шесть семь восемь девять. Все. Вот тут сверху написано градусы были. Также, нажав правильную кнопку мышки, вы можете модифицировать на сколько поворачивает. Допустим, на двадцать градусов и будет поворот. Вот он ровно двадцать градусов идет. Ну, давайте вернем пять. Пять мне удобно. Это снайпинг и этот ненужный абсолютно. Это тоже. Это у нас выделение. Допустим, если вы запомнили, как бы... Прошу прощения, горло немножко пересохло. Выделить какую-то группу объектов, можете назвать ее, допустим, группу объектов А. Вот. Это будет у вас... Причем вы можете выделить счет А. Группа объектов А. Б. Вот. Теперь вы можете сюда его находить и выбирать кнопки. Причем... Выделение может пересекаться, как мы видим. Это для быстрой навигации. Чтобы вы видели шасси. Допустим, у своего самолета или какой-то объект. И быстро могли к нему перейти. То есть, тут у нас идет выделение именно по объектам. А тут именно можно уже назначать в группе объектов какой-то маркер и по нему уже выделять. Эта функция у нас называется зеркаливание. Следующая вот эта вот. Она действует по стандарту. То есть, вот у вас есть объект. Сейчас я делаю много непонятных действий для кого-то, поэтому не суть пока что. Вот, допустим, паналок бабочки. И функция отзеркаливания отзеркалит его по оси Y. Мне нужно, видите, в ту сторону никакие выбирают Y. С копированием. Вуаля! У вас есть точная копия. А если вы здесь поставите instance, то у вас будет еще и модифицируемая. То есть, если вы изменяете одну, то у вас будет изменяться и другая. То есть, они абсолютно идентичные, но направлены по-разному. Это у нас Align. Align у нас функция тоже очень полезная. Она сродни снаппингу, но немножко не так действует. Допустим, выбираете функцию Align. Делаете... Оп! И он сразу спрашивает вас, как вы хотите пристыковать. Вот тут даже нарисовано что-то стыковка. Папайват. Папайват это у нас, как я уже говорил ранее, это вот эта вот ось. То есть, осью одного объекта к оси другого объекта. По центру. То есть, вот в ней. Макс определять к центру каждого объекта. И стыкнуть от центра одного к центру другого. Тут у нас тоже... Значит, тут у нас модификатор для того объекта, который выбран. И того объекта, к которому он будет стыковаться. Можно допустим, к пайвату одного, центр другого. Или пайват к пайвату. Пайват к центру. Вот. Так же можно сделать ориентацию. То есть, он, как мы видим, позволяет сориентировать его так же. Дальше у нас идут слои. Слои нам пока не нужны для начальных. Вот, совсем говоря, окно со слоями. Вот эта функция дублируется. Эти пока кнопки тоже не нужны. Кроме модификатора материала. То есть, редактор материалов. По умолчанию он у нас стоит салейт. Это нод, базируемый на нодах. Редактор. Но так как я 3D Max занимаюсь очень давно, мне привычен все-таки компактный режим. Где я могу сам настраивать нужные материалы. Нужный шейтинг, как мне нужно. И назначать какие-нибудь текстуры. Текстуры. То есть, запомните, предпись всплывающей подсказки все видно. Материал эдитор. Дальше у нас идут функции настройки рендеринга. То есть, тут в принципе все как в стандартных 3D редакторах и графических других редакторах. То есть, тут определяются функции сохранения изображения. Разрешение. Один кадр. Серия кадров. Кадры от. То есть, по какой. Определенные кадры. Тип. То есть, весь вид. Только выделенные. Если у меня выделенный вид, он будет только трендрить. Кроп. Это у нас позволяет только зону сохранять определенную. Причем, когда сохраняем в кропе, он сохраняет вот именно кусочек. Но если мы сделаем регион, будет примерно то же самое, но регион на разрешение у нас будет полное. То есть, если вы, допустим, делали какую-то картинку, случайно сосчитали что-то с ошибкой, Вы можете сделать регион, просчитать только регион, заново перепрочитать и совместить эти две изображения, удалив старый ненужный элемент. Это пока не нужно вам в данный момент. Фрейнбуфер этот, как раз, показано. То, что вы рендерите. Тоже никакого отношения к нам не имеет. Слои. Слои позволяют управлять, скажем так, продвинутыми, выделением объектов и их модификацией. Просто, допустим, можно создать слои шасси, слои корпус, слои авионика и раскидать все это по слоям. Смело можно модифицировать что-то, не боясь затронуть другое, потому что то можно просто заморозить остальное. В общем, слои штука полезная, но пока что для начинающих абсолютно не нужна. Вот. Мы прошлись по верхней панели. Опять же, я тут слегка модифицировал правой кнопкой мышки, нажав на этот экран. Вы можете видеть, тут есть дополнительные окна. Toolbars, так называемые. У меня, по привычке, стоит axis constraint. То есть, вот этот окно с 8. Мне с ним привычно. То есть, обычно, когда вы выделяете объект, вы двигаете по виду. То есть, за 8. Я иногда, бывает, пользуюсь. То есть, можно так же вот наводить, двигать как надо. Вот найти квадрат. Но иногда мне проще включить оси и двигая за какой-то кусок объекта не из-за ось. Не очень удобно это двигать. То есть, я выбираю нужную мне ось. Двигаю как мне нужно, не держась непосредственно за ось. Вот. Соответственно, я добавил ее на левую панель, потому что мне удобнее с ней работать. И справа у нас панель, которая тоже не менее важна, чем верхняя. Это панель. Смотрите, есть панель правая. И на ней сверху есть пинтограммы. На ней, в принципе, нарисовано все, что вам нужно. Смотрите. Идет верхняя панель. Это у нас создание. Внизу в вкладке находится все, что вы можете создать. Потом идет модификации панелька. Тут вы можете модифицировать что-то. То есть, если вы создали объект, то вы можете поменять его. Полигонаж. Не у всех. Если вы не разрушили его. А у вас есть первоначальные функции. То есть, в панели модификации. Вы можете его модифицировать вот здесь. Иерархия вам не нужна в данный момент. Хотя иногда нужна. Давайте к ней придемся. Если у вас есть объект какой-то. Допустим, сфера. Давайте мы ее вернем в первоначальное состояние. И вам нужно, чтобы она обращалась. Не вокруг своей оси. А допустим, вокруг вот этого полюса. То зайдя в иерархию. Вы можете нажать верхнюю кнопку. То есть, воздействовать только на пайвот. Также включить двигать. Передвинуть пайвот. Вот сюда. Отключить ее. Обязательно не забывайте отключать. Теперь она будет у вас вращаться. Видите? Вокруг этой оси. Потому что обычно по умолчанию ось ставится. Либо с точки начала строения геометрии. Либо из центра. Если это какой-то объект. Типа сферы. Или куба. Хотя нет. У куба обычно все-таки снизу. Вот тут вот стоит. Дальше у вас идет движение. Они вам пока не понадобятся. Дисплей функция важная. То есть, можно скрыть какие-то. Вот я сейчас камеры скрыл. Либо геометрию все скрыл. То есть, чтобы случайно. Допустим, вам нужно выбрать камеру. Она у вас находится за кучей полигонов. Все вот так вот. Тут нагромождено. К примеру, да. И очень неудобно выделять камеру. Сейчас у меня просто мало здесь. Но бывает просто, когда очень сложная геометрия. Вот так вот. Что-то надо выделить. Как правило, чтобы не лезть вот сюда. Выделение геометрии. Я просто скрою всю геометрию. Выделяю камеру. Геометрию опять развыделяю. Та-да! Камера выделена. Геометрия не мешает. Соответственно, дальше идет у нас. Вот это вот у нас. Чтобы показать, что скрыть. Соответственно, галка стоит. Скрыть. Галка не стоит. Показывается. Это у нас панель скрытия. Можешь выделить. Нажать скрыть, выделить. Выделенное. Вот это написано. Hide Selected. Hide Unselected. Если я нажму Hide Selected, у меня скроется только то, что выделено. Если же наоборот я нажму Hide Unselected, у меня все скроется прямо и выделено. Так же скрыть по имени. Скрыть. Только эти. Пропаливать эти элементы. Скрыть по выделению. То есть, в принципе, интуитивно понятно. Или тут есть такая штука, как замороженные объекты. Она находится вот в этой функции. То есть, смотрите. У вас есть. Группа объектов. И, допустим, вы сделали какой-то объект. Вам не нужно его больше двигать. Он вам будет. То есть, вы его полностью сделали. Он вас устраивает. Вы можете сделать. Заморозить его. Все. Видите? Он у вас из юппорта не пропал. И вот этот уже заморозит. Тут такие же кнопки. Как и здесь. Только замораживание работает. Теперь вы можете выделять все подряд. Но то, что у вас заморожено, никак не участвует в модифицировании. То есть, вы заморозите эти объекты. Также вы можете вот эту галку нажать. Он временно скрывает замороженные объекты. Сделали, допустим, какое-нибудь там колесо. Заморозили его. Делайте что-нибудь другое. Мешайте вам это колесо. Сделать скрыть замороженное. Иногда полезно. Таким образом, можно разморозить все. Дальше идут дополнительные функции. Которые, в принципе, если выделять. Показывать точки вертексов. Видите, вот точки раньше не было. Сейчас не появились. Показывать как бокс. То есть, иногда бывает куча геометрии. Надо подшифровать. Вот. Видите, он показыван как коробка. Дальше тулы идут. Они, в принципе, вам по большому счету сейчас не нужны. Так что, смотрите. В верхней панели у вас находятся действия. Какие вы можете делать с геометрией. Управление история действий. Линковка, разлинковка. Наложение модификаторов активных. Это вам не нужно. Тип выделения. Только геометрию. Только камеру. Только освещение. И тому подобное. Select Object. Это у нас режим токовыделения. Без сдвиговиха не могу сделать. Если я буду видеть с этим, то я сдвину случайно. Соответственно. Ну и дальше там по списку лучше. Посмотрите, если у вас. Если вы забыли то, о чем я говорил. Не хочу повторяться. Непосредственно. То есть, две важные панели. Это у вас верхняя панель. И правая панель. Слева вы можете сами направлять кнопки, какие вам нужны. В принципе, вы можете кнопки сюда добавлять. Которые вам нужны. Но это будет не очень удобно. И не всегда эффективно. Итак. Смотрите. Если вам нужно что-то сделать экстраординарное. К примеру. У нас есть сфера. И вам нужно как-то загнуть. То смотрите. Просто запомните. Если вам нужно что-то создать. Вы идете в панель создания. Вот. Звездочка. Create. Если вам нужно что-то изменить. Модифицировать. Допустим. У вас есть. Дыня. Подобный объект. И вам нужно его когда загнуть. Идете в модификаторы. Modify. Тут вот. Есть. Список модификаторов. Вот он. То есть, сразу же под названием объекта. Идет список модификаторов. Нажимаете его. Вот. Все модификаторы. Которые у вас. Могут быть. На объект наложены. В большом счету. Вам. Надо просто вечерком посидеть. И посмотреть. Что каждый модификатор делает. То есть. Нажали. Допустим. Этот модификатор. Смотрите. Ага. Он его гнет. А что делает. Вот это. А. Она позволяет гнуть. Только до определенного момента. А дальше остается. Недвижимый. Забавно. То есть. Чисто так. Для себя. Методом. Тыка. Посидеть. И посмотреть. Какие модификаторы. По большому счету. Здесь модификаторов. Вам нужно штук. 15. Заполнить. Остальное все. Ну. Никак. Не пригодится. На начальном этапе. То есть. FFD. Это модификатор. Который. Я часто пользуюсь. Для того. Чтобы гнуть. Крупус. Самолет. Вот. Допустим. Видите. Я могу. Повернуть. Вот так. То есть. Это такая. Сетка. Своеобразная. Трансформации. Трансформации. На которой. Можно. Работать. Посидите. Ради. Интересно. Посмотрите. Что. Некоторые. Вещи. Вы не поймете. Как работают. Значит. Это. В принципе. По большому счету. Вам не нужно. На определенном этапе. Потому. Что. Все. Что. Вам нужно. Для моделирования. Простое. Вот. Смотрите. Дальше. У нас. Что. Есть. В принципе. По большому счету. Действия. Непосредственно. Модификатор. Создание. Иерархии. И прочее. Тут. У вас. Снизу. Панелька. Она. Отвечает. За. Как сказать. Навигацию. То есть. Допустим. Видите. Фотокнопку. Вы можете. Перейти. Четырехэкранный. Вид. Где. У вас. Вот. Тут. Вид. Сверху. Вот. Вид. Спереди. Вот. Тут. Вид. Слева. Нажав. На. Окно. Вы можете. В принципе. Как вам. Угодно. Сдвигать. Определенные. Видения. Привык. Работать. Либо. 4х4. Либо. Увеличивать. Сразу. Професс não 했'm раз. una полной экран. Мне. Так. Привыч skin. То есть. Если. Двигать. Что-то. Допустим. Кобильные. Сергей. С writings. в экранах наблюдать, как она видоизменяется относительно каждого вида. Это иногда удобно, потому что вы работаете в 3D и сделав как-то вот так, думаете, ага, я разместил вот тут вот ровно окно. Смотрите, у вас все это уползло на каком-то из видов. Так что многовидовая конфигурация экрана очень полезна. Вот. В принципе, вот эта панель, она у вас тоже очень полезна, приблизить, приблизить сразу все, потыкайтесь на самом деле, это очень просто. Приблизить выделенные, приблизить все объекты, то есть как вы видите, в максе, если внизу есть такая треугольничка углу, значит эта кнопка модифицируемая. То есть изменение обзора. не путайте вот этот вид с этим, потому что смотрите, если я приближу вот так вот и отдалю вот так вот, то тут будет изменяться поле видимости, а не удаление камеры. Видите? Все искажается в перспективе. то есть, к примеру, можно создать вот такой вот эффект. Это из-за того, что филтровую, то есть зона обзора увеличивается как объектива. Это панель, в принципе вот, то есть стандартный двигатель, это вращать, также можно нажать вращать вокруг, только выделенное или вокруг, вращать вокруг всего, всей сцены. Ну, основная функция, это для меня вот эта вот увеличивающая вещь. Также вращать можно и зажав кнопку Alt и среднюю кнопку мышки, зажав кнопку Ctrl и среднюю мышку двигать. Все, в принципе, как во всех редакторах. Ctrl, Alt и кнопки мышки для навигации. Ну, кому что удобнее. На самом деле, все это в практике постигается достаточно быстро. Главное, желать освоить, осваивается очень быстро. Давайте на этом я закончу, потому что, в принципе, и так подзатянулся интерфейсом. Если что-то непонятно, можете задавать мне вопросы, я отвечу с удовольствием. Прошу прощения за сумму небольшой. Потому что я не так часто этим, кажется, грешу записью видео. Особенно собственным голосом. Ну, могу оговариваться, могу ошибаться в чем-то. Не судите строго. В следующем видео я хочу создать о том, что нужно сделать для того, чтобы изготовить модель самолета для игры. Подготовительные работы, так называемые. Собственно говоря, на этом все. Спасибо большое. Если я что-то пропустил, пишите. С удовольствием отвечу. Допишу. Вот. Хочу просто создать серию видеороликов для тех, кто хочет делать модели, но не знает с чего начать. Именно основываясь на 3D Max. 3D Max вы можете скачать с официального сайта. Да, забыл сказать как раз. С официального сайта вы можете скачать 3D Max. У вас там будет 30-дневная пробная версия. Посидеть, поковыряться. Посмотреть, что к чему. А дальше уже там решать, активировать учебную лицензию или предпринимать другие шаги. Вот. Собственно говоря, дальше уроки, мне кажется, будут уже в видеоролике относиться к не только 3D Max, а к другим редакторам. Потому что, в принципе, там уже идут основы, которые относятся ко всем редакторам. То есть, как подбирать информацию, как готовить, выбирать объект для моделирования, на что стоит обращать внимание и что стоит делать для того, чтобы он получился похожим на свой объект, а не на какую-нибудь игрушку. Вот. Собственно говоря, на этом все. Спасибо. Всем пока.